Добрый день! Сегодня я вам хочу рассказать об электропунктурной диагностике по методу накатания. Данный метод основан на электропроводимости биологически активных точек. Мы с вами хорошо знаем, что любые изменения во внутренних органах тут же будут отражаться на нашей коже. Данная диагностика будет фиксировать эти индикаторы, сигнализируя нам о состоянии внутренних органов, о масштабах данного заболевания. И если мы будем проводить эту диагностику, в дальнейшем с каждым новым исследованием у нас будет складываться динамика по конкретным органам и системам человека. Диагностика по методу накатания осуществляется путем замера электропроводимости на коже. В данном случае вы видите два электрода, один из которых пассивный и другой активный. Соответственно активным электродом мы считываем показатели с 24 основных диагностических точек. Если все значения электропроводимости точек находятся в пределах физиологических границ, то функции вегетативной нервной системы и внутренних органов хорошо сбалансированы, что характерно для здорового человека. В случае же, если есть патология, мы отмечаем различной степени выраженности отклонения на данном графике. Электропонтурная диагностика помогает врачам и специалистам биологической медицины выбирать вектор направления дальнейшего лечения либо профилактических процедур. После обработки данных определенные меридианы дают конкретную инструкцию для рефлексотерапевта по постановке ИГЛ как сеанс рефлексотерапии. Рефлексотерапия это метод лечения, который основан на стимуляции или воздействии на биологически активные точки организма человека. Множество проведенных исследований показали, что рефлексотерапия это надежный и безопасный метод лечения и профилактики множества заболеваний. Методика иглорефлексотерапии заключается в введении иглы в биологически активную точку человека. Данный инструмент, поскольку игла является медицинским инструментом, оказывает воздействие, собственно иннервацию, в нервном узелке, вследствие чего идет сигнал в главный мозг и после этого идет обратный сигнал либо локально, куда мы ставили точку, либо если мы работаем по методике УСИМ, уже будет идти нервный сигнал, так называемый отклик, к внутреннему органу. Наша задача восстановить связь между центральной нервной системой и работой внутреннего органа, что для нас критически необходимо. Сеансы рефлексотерапии могут длиться от нескольких минут и до получаса в зависимости от той задачи, от той цели, которую мы ставим при подходе в разработке лечения для пациента. Мы имеем большую практику и положительный результат в работе с нашими пациентами рефлексотерапии. Специалисты клиники SQ-Lab помогут подобрать ваш индивидуальный курс лечения рефлексотерапии, который будет направлен на конкретный результат. Оставляйте заявку на сайте и мы с вами обязательно свяжемся. Продолжение следует...